На этой неделе наш телеканал рассказывал о вопиющей несправедливости по отношению к бывшему работнику совхоза имени Ленина Александру Филькину со стороны директора предприятия Павла Грудинина. После выхода в эфир сюжета нам в студию позвонила женщина и рассказала о своей истории выселения ее семьи из предоставленной совхозом квартиры. Муж Майи Ивановны проработал около 10 лет на этом сельхозпредприятии и ему была предоставлена квартира. Но насладиться таким счастьем семья не успела. Умирает муж Майи Ивановны и тут вновь на первый план выходит решение Грудинина. Либо освобождайте квартиру, либо платите по коммерческой стоимости. Конечно, денег на выкуп квартиры у семьи не оказалось. Съезжаете в эту комнату или вы выкупаете квартиру по... Выкупаете квартиру. Я сначала думала, что вот разница, понимаете? То есть договор какой-то там 15 лет, там какая-то аренда у них, там что-то еще, коммунальные услуги, аренда. Там вот я думала, что остаток какой-то. Я говорю, вы мне назовите сумму, сколько там осталось-то? Вот он говорит, нет, вы меня не поняли. Вы выкупаете полностью квартиру по рыночной стоимости. И когда уже спустя там год, может быть два, там три спустя... Он мне, знаете, сказал, говорит, единственное, что я могу для вас сделать, моя Ивана, единственное, это 20% вам скинуть с этой рыночной стоимости. Я прикинул, и все равно выходил где-то 5 с лишним миллионов. Я ему, знаете, сказала, если у меня были такие деньги, мой муж на вас бы здесь не потрачил за копейки. Но то, что он людей не ставит, не угрожь, это я вам точно могу сказать. Спасибо.